ПОЛИГОН Прислушайтесь! Слышите этот глубокий, благородный рёв двигателя! Встречайте! Престижный французский бронемобиль с богатой историей! Ситроэн Кёгрес П-7Т. Выразительный дизайн фар и решётки радиатора, приятные линии кузова, открытый верх и шероховатый настил натурального дерева, подчёркивающий изящное благородство корпуса из трёхмиллиметровой конструкционной стали. За огневую мощь машины отвечают четыре крупнокалиберных пулемёта на подвижном лафете. С ними соседствует стильная коробка боеприпасов для оперативной перезарядки, а в задней части корпуса предусмотрено пространство для дополнительного боезапаса на случай самых затяжных и изнурительных боёв. В движение машину приводит 28-сильный двигатель, а в самой заряженной комплектации его можно улучшить до 35 лошадиных сил. По ровным европейским шоссе он способен выдать 44 км в час, разгоняя более чем двухтонный Ситроэн до скорости самых быстрых бегунов на планете. Отличительная черта модели — оригинальное сочетание колёс большого диаметра и танковых гусениц, воплощающих динамику и мощь машины. Салон вмещает трёх человек — водителя, наводчика и заряжающего. Следуя передовым демократическим принципам того времени, конструкторы сознательно избавились от командира. Все решения экипаж принимает совместно, путём прямого голосования. Как же играть на П-7Т? Благодаря крупному калибру пулемётов он способен пробивать любых противников своего класса как на собственном ранге, так и на несколько рангов выше. Высокая скорострельность позволяет за пару секунд превратить в решето даже советскую ЗСУ-37, чей боевой рейтинг в четыре раза выше нашего Ситроэна. На своём же рейтинге французу по зубам даже танки. Он, шутя, пробивает в лоб и японский «Хаго», и британский «Тетрарх», и 16-тонный немецкий «ПЗ-3Б». Ну, а об авиации говорить нечего. Даже броня топовых вертолётов с боевым рейтингом 10 и 0 не способна сдержать залп из четырёх крупнокалиберных стволов. Кроме того, особенности дизайна кузова позволяют машине затеряться среди сельскохозяйственной техники, чтобы атаковать в самый неожиданный момент. Так можно застать врасплох и высокоуровневые танки, чтобы либо уничтожить их очередью в слабо бронированный борт, либо по меньшей мере внести смятение в ряды противника, чем могут воспользоваться товарищи по команде. Тем не менее, играть на П-7Т стоит аккуратно. Слабое место машины — натуральная кожа, которой покрыты все три члена экипажа. Она не способна сдержать ни один снаряд на этих рангах, равно как и должным образом противостоять взрывной волне. «Ситроэн» любит вдумчивую и грамотную игру, подчёркивающую сдержанное достоинство этой элегантной французской машины. Огромные потери в битве за Британию вынудили Люфтваффе сосредоточиться на ночных бомбардировках. Но английские лётчики каким-то образом и ночью ухитрялись сбивать немцев, хотя визуально обнаружить цель в ночном небе было почти невозможно. Это сейчас мы знаем, что королевские ВВС использовали ночные истребители с поисковыми БРЛС, но в те годы это была одна из самых охраняемых военных тайн. И разведка Рейха не на шутку ломала голову. Как, чёрт возьми, им это удаётся? Чтобы сохранить секрет, британцы решили устроить небольшую мистификацию. В прессу запустили серию публикаций о чудодейственных свойствах моркови. Мол, в этом овоще содержится много бета-каротина, который преобразуется в витамин А, отвечающий за формирование родоспина, то есть пигмента, усиливающего ночное зрение. Вдобавок повсюду вывесили плакаты, призывающие британских подданных выращивать морковь и сдавать её государству, чтобы доблестные пилоты Её Величества ясно видели гитлеровцев в ночном небе. Ну и что вы думаете, разве кто-то мог купиться на эту нелепую утку? Да, всё командование Люфтваффе в полном составе. И не только Люфтваффе. В рацион недоумевающих лётчиков были срочно включены конские дозы моркови, которую свозили на авиабазы со всего Рейха. И это в той самой Германии, где Генрих Герц открыл радиоволны, где Кристиан Хюльсмайер запатентовал радар ещё в 1904 году, где трудились ведущие разработчики радиоэлектроники — «Сименс», «Телефункин», «Лоренс АГ», где Люфтваффе сами разрабатывали мощнейшие по тем временам бортовые РЛС для ночных истребителей. Но дальше больше. О чудодейственных свойствах моркови прознали в Советском Союзе и начали закармливать ею не только лётчиков, но и вообще всех, кому нужно было глядеть в прицел. Легендарный снайпер Василий Зайцев прямо требовал от своих учеников есть по меньшей мере полкило моркови в день. Следом мода перекинулась и на немецкие снайперские школы, что даже привело к конфликту между вермахтом и Люфтваффе. Жадный Геринг не желал делиться запасами стратегической моркови с кем попало. Американцы помечали немецкие продуктовые склады, подозреваемые в хранении моркови, как приоритетные цели. В Японии крестьян обязали сдать всю морковь для нужд фронта. Что касается самой Великобритании, то там к середине войны был дефицит всего, кроме проклятой морковки. Насмотревшись плакатов, англичане выращивали её в садиках, на клумбах и даже в цветочных горшках, и в таких количествах, что было вообще непонятно, что с ней делать. С годами использование радиолокации на ночных истребителях перестало быть хоть каким-то секретом. Выяснилось, витамин А никакими чудесными свойствами не обладает. Как и любой другой витамин, он нужен в мизерных количествах, которые мы вполне получаем с пищей. А любая доза сверхнеобходимой, хоть двухкратная, хоть десятикратная, не оказывает никакого полезного эффекта. Как шутят врачи, это просто способ сделать мочу более дорогой. Тем не менее, немецких лётчиков ещё многие годы кормили бета-каротином, как на убой. И не было лучшего способа подколоть пилота Люфтваффе, чем невзначай предложить ему морковку. По сей день в моду периодически входят полезнейшие морковные диеты для улучшения зрения, разработанные, как вы уже догадались, на основе опыта британских военных. Вот так военная хитрость прошлого века превратилась в один из самых устойчивых медицинских мифов в истории человечества. Все мы слышали массу советов, как правильно играть. Но случалось ли вам задаваться вопросом, как правильно играть на самом деле? Что если многие теоретические принципы придуманы диванными танкистами, далёкими от реальных сражений? Что если те игроки, которые так раздражают нас на поле боя, просто глубже поняли игру, избавившись от закостенелых стереотипов? В этом выпуске только практика и суть от опытных игроков, которых вы наверняка встречали на просторах War Thunder. Совет первый и самый главный. Единственная реальная тактика — раш по центру. Ведь что нужно для победы? Захватить ключевые точки. А где находятся ключевые точки? В центре. Значит, все танки-команды должны слаженно направляться туда по кратчайшей траектории, чтобы первыми занять позиции и победить. А если противник зашёл с фланга и в борт перестрелял половину вашей команды, вы знаете, так поступать неспортивно, понимаете? Крыса он, так сказать, а не танкист. И его победа не победа, а просто, блядя, тьфу. Совет второй. Если враг всё-таки занял центр, не спешите. Проявите терпение и не рвитесь в неравную схватку. Противник решит, что победа близка, и отправится развивать наступление на вашу половину карты. Подпустите его до самой базы, и уже тогда принимайте бой. На вас будет работать и эффект внезапности, и пристреленные позиции. А если за это время наступит поражение по очкам, ну что ж, по крайней мере, у вас будет достаточно фрагов на личном счету. Совет третий. Вы знали, что между бронепластинами танков всегда есть небольшой люфт, конструкционно возникающий при заводской сборке? И прежде чем отправлять машину в бой, её надо немного утрясти, чтобы детали поплотнее встали на место. Так ниже шанс получить разрушение корпуса. В походных условиях произвести утряску можно одним уверенным ударом в борт. Не забудьте в следующий раз поблагодарить союзника, въехавшего в вас на полном ходу. Вы теперь знаете, зачем он это делает. Совет четвертый. Дым. Конструкторы недаром снаряжают танки десятками дымовых гранат, но неопытные игроки часто не успевают расстрелять и половины боезапаса. И зря. Дыма много не бывает. Если вы видите, что союзник подбил вражеский танк, закиньте туда же несколько дымовых гранат. Да, это может слегка помешать вашему товарищу целиться, но зато сильно деморализует оппонента. Не исключено, что его экипаж попросту задохнется в непроглядном дыму. Совет пятый. Всегда берите в бой максимум снарядов. Во-первых, так вы не рискуете остаться без боеприпасов, а во-вторых, если вас подобьют, не придется тратить время на утомительный ремонт и тушение пожара. Вместо этого вы тут же отправитесь в ангар под красивый фейерверк из ошметков своей машины и сможете без промедления начать новый, более удачный бой. На этом пока все. Конечно, один выпуск не в силах вместить все тактические хитрости, которые подсказывают игрокам благоразумие и отвага. Так что мы еще непременно вернемся со следующей серии вредных советов. Может быть, в составе полигона, а может, отдельным выпуском. Спрашивает Рокер Унтер Юэй. Приветствую вас, уважаемые разработчики. Хотел бы узнать, чего цена ремонта некоторых бомбардировщиков столь высока. Привет, Рокер Унтер Юэй. Ну, дело в том, что все машины в игре строго лицензируются. Понимаете, мы при заказе запчастей можем работать только с официалами. А у них любая поврежденная деталь — это все это сразу под замену. Мы бы рады и сами иногда, честно говоря, загнать технику в гараж где-нибудь там на окраине. Понимаете, подварить там, подрихтовать, подкрасить. И была бы почти как новая. Но не может. Следующий вопрос прислал АСД КВ. Уважаемый диктор, а вы таким голосом только в студии разговариваете, или это ваш природный голос? Хе, привет! Привет, АСД КВ! Нет, ну что вы! Ну, таких голосов же не бывает, мы с вами это знаем. Изначально запись... Ну, у меня голос довольно высокий. Я вообще, я, надо сказать, худощавый карлик-блондин. Меня легко опознать на улице. Вот. И у меня такой голос. И изначально запись выглядит вот так, как я сейчас говорю. Вот. Потом звукорежиссер, он немного химичит с частотами. Такой он делает голос просто пониже. Там отдельными ползунками регулируется уровень хрипоты. И потом в самом конце такими скриптами добавляют... Как это сказать? Такую, понимаете? Ха-харизму добавляют. Да. Ну и все. Вот это можно в эфир. Да. Карлик-блондин идет домой себе спокойно. Пишет Тимур Ливанов. Три раза свернул видео, чтобы поставить лайк. И каждый раз забывал, что уже поставил лайк. Привет, Тимур. Слушайте, да не сдерживайте себя. Ну, во-первых, можно отменить свой лайк и поставить его снова. Во-вторых, и это, кстати, даже гораздо лучше, можно выйти на главную страницу канала и проставить лайки нескольким соседним видео. Даже прям не смотрите, а просто лайки ставьте. Понимаете, и вам не трудно. И нам приятно. А вот Аликс-32 спрашивает. Андрей, а это не ты озвучивал Де Стэнли Парибал? Э-э-э, даже не знаю, что ответить. Привет, Иннокентий Эдуардович. Да, да, бывало. Бывало и такое, да. Следующий вопрос прислал Вова Вдовкин. Уважаемые разработчики, а если бы Советский Союз не распался, вы бы уже добавили Т-90? Привет, Вова. Вы зрите в корень, да, это только и помешало. Так бы уже давно, давно отстояли очередь за талончиками на интернет. Вернулись бы с пяти минутки политинформации, мигом бы, так сказать, добавили. Спрашивает Елдар Мурат. Разработчики. Откуда денутся поддоны? Или просто из современного снаряда отделяется что, то куда он пропадет? Ну, привет, Елдар. Вопрос на самом деле не так прост, как может показаться. Мы сверились со справочной литературой, мы опросили многих специалистов-консультантов, и мы склоняемся к мысли, что поддоны денутся оттуда, куда просто пропадет то, что отделяется. Да, если вы понимаете, о чем мы. Ну, и если мы говорим именно, конечно, про современные, современные снаряды. И последний комментарий на сегодня оставил Аноним Икс. Интересно, последний ответ сарказм? Хе, привет, Аноним Икс. Значит, запомните, на официальном канале мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не могли бы позволить себе сарказм. Вот и все на сегодня. Это был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комменты, соблюдайте скорость, включайте поворотники и будьте счастливы при малейшей возможности. А мы с вами увидимся ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok